Радио «Народная волна» 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 Между человеком и чем-то высшим, в котором Бог предполагает сделать свободный выбор между исполнением Его воли, Его указаниями и отказом человека делать это, что и приводит к тому, что мы называем всемирной кровавой историей человечества. — Через несколько дней, 4 июля, у нас большой праздник — День независимости Соединенных Штатов. Что же произошло тогда, 243 года тому назад? По масштабам государства срок небольшой, и даже вот эти 500 лет, пробежавшие с открытием американского континента Колумбом, это не так уже много. Есть забавная такая небольшая книжка американского сатирика под названием «Все, чему меня учили в детском саду, оказалось неверным». В ней автор разъяснил, что все наши знания весьма относительны и недостоверны, особенно, что касается таких предметов, как история, где в основу положены не столько факты, сколько интерпретация этих фактов, а она у каждого своя. — Когда Джордж Вашингтон получил известие, что британский генерал Чарльз Корнвеллс сдался со своей армии у города Йорктаун, он написал письмо о этой великой победе, адресованное президенту Соединенных Штатов. Вы скажете, что это ошибка. Первым президентом Соединенных Штатов был Джордж Вашингтон, но не стал же бы он исписать письмо, адресованное себе. Нет, Вашингтон не ошибался. Первым президентом Соединенных Штатов был Джосеф Хэнсон, который в течение первого года, начиная с 5 ноября 1781 года, исполнял обязанности президента Континентального Конгресса. Вот этот президент Континентального Конгресса и вот следующие 6 президентов, это и было высшее орган власти Соединенных Штатов тех времен. А вот только после победы революции и провозглашения независимости, вот этот высший Совет Конфедерации, Континентального Конгресса, он обладал всей полнотой власти в Соединенных Штатах Америки. И только через 11 лет после провозглашения независимости в Филадельфии собрались лучшие умы страны, и они-то и создали Конституцию, которая служит нам уже более 200 лет. Вот согласно этой Конституции Джордж Вашингтон и стал первым президентом страны. Так что если будете играть в игру, как стать миллионером, и если будет у вас такой очень простой вопрос, кто же первый президент страны, надо все же ответить, что первым президентом был Хэнсон, а уже по счету это Вашингтон, получается, восьмой президент. Но с точки зрения Конституции и первого параграфа этой Конституции, он и есть первый президент. Америка, пожалуй, является единственной в мире страной, которая не была рождена, а создана отцами нации. Прежде чем рассказать о дороге, приведшей 13 английских колоний независимости, я хочу напомнить вам историю символов нашей страны. Национальный гимн. Слова написаны американским лоэром Фрэнсис Скотт Келли 14 сентября 1814 года во время войны с Англией. Когда Келли, он из окон своего отеля наблюдал, как английские корабли обстреливают американский форт, над которым развивался американский флаг. Слова гимна были утверждены специальным актом Конгресса в 1931 году в составе только четырех куплетов. Хотя вообще поэма самого Келли намного больше, там, по-моему, таких куплетов десять. Ну, решили сократить. Десять куплетов же петь не будешь. Так что решили ограничиться четырьмя. Лучше исполнения американского гимна принадлежит Ритни Хьюстон, записанный в 1991 году во время Супербола, когда Америка в это время находилась в разгаре войны в Персидском заливе за освобождение Кувейта. Возможно, и это придало этому исполнению гимна такое особое, торжественное звучание. Неофициальным гимном Америки является песня «God bless America», написанная еврейским эмигрантом из России Эрвингом Берлином летом 1918 года. Вообще, эта песня предназначалась для мюзикла, и они вскоре забыли. Но через двадцать лет, в 1938 году, во время празднования, двадцатилетия окончания Первой мировой войны, ее исполнила известная американская певица Кэти Смис, и она стала самой популярной. Берлин вскоре организовал специальный «God bless America» фонд, и все поступавшие в этот фонд гонорары шли для «Boy and Girl Scots of America». Еще одна прекрасная патриотическая песня – это «America the Beautiful», написана профессором Велсли Калыч Катерин Ли Бетли в 1895 году. Великолепное исполнение этой песни вы можете услышать у Рэя Чарльза и Элвиса Пресли. Тот, кто из вас был в Балтиморе, может быть, вы зашли в музей американского флага «Стар Спенгут Бэннер». Там вы услышите историю о вдове Мэри Янг Пикергилл, которая шила огромный флаг размером 10 на 15 метров. Вот этот флаг и развивался над фортом Мак-Хенри в войне 1812 года с Англией. Этот флаг и видел Франсискат Келли, когда писал свою знаменитую поэму. Подлинный флаг хранится в Смитсонинском музее, а в Балтиморе находится его копия. Флаг, гимн, орел – это все символы Америки. Но совсем недавно, в 1985 году, Конгресс совместной резолюции установил считать розу национальным цветком Америки и разрешил президенту выпустить специальную прокламацию, устанавливающую этот факт, что и сделал Рейгин 20 ноября 1986 года. В этой прокламации говорится, наш первый президент Вашингтон выращивал разные сорта роз. Один из них, названный в честь его матери, растет до сих пор. Белый дом может гордиться своим розарием. У нас растут розы из всех 50 штатов. Мы находим тему роз в живописи, в музыке, в литературе. Самое главное – мы дарим розы тем, кого мы любим, и возлагаем их на алтарь, и места, и места последнего упокоения. Отныне роза является нашим национальным цветком. Так что будете знать, что у нас в Америке есть свой национальный цветок, кроме флага и гимна. История американской независимости чем-то напоминает вторую столетнюю войну между Англией и Францией. Только не на территории Европы, как это было в 14 веке, а в Северной Америке. Это серия непрерывных войн с небольшими промежутками. И во время английского короля Вильяма, конец 17 века, и королевы Анны, Анны в начале 18-го, и короля Джорджа в его конце, и во время Семилетней войны в Европе, перекинувшейся на американский континент, это выяснение отношений Франции и Англии. И война ведь продолжалась и во время американской революции. В этой войне, в этих войнах сражались не только белые, но и индейцы, особенно и ракезы, и чирооки. Их-то англичане, то ли американские колонисты, то ли французы, привлекали к себе как союзников. Если бы вы посмотрели на карту колониальной Америки тех времен, вы увидите, что американские колонии расположились вдоль Атлантического побережья. Их население в то время, когда началась американская революция, насчитывало всего лишь 1,3 миллиона человек. А вот французских колонистов было намного меньше, всего 80 тысяч. И жили французские колонисты в районе Великих Озер и территории нынешней Канады, в этой части, привыкающей к Америке. Конечно, американские колонисты уже были и фермерами, а французы в основном охотники. Они торговали с индейцами, обменивали свои колониальные товары на какие-то предметы, которые приносили индейцы. В основном, конечно, меха. Значит, американцы все время мечтали о расширении континентальной империи. И, конечно, их мечты вступали в конфликт и с французами, и с индейцами. Британская армия защищала интересы американских колонистов. Происходили многочисленные стычки и сражения и с французами, и с индейцами. В итоге, в конечном итоге, Франция проиграла. И по мирному договору, подписанному в Париже 10 февраля 1763 года, Франция уступила Британии все свои владения в Канаде. Их союзники, индийское племя Понтиак, тоже заключило мир с Британией, хотя эти мирные соглашения без конца нарушались. Все эти колониальные войны сильно истощили британскую казну. Встал вопрос, кто должен платить за содержание британских солдат Северной Америки. Британия выиграла войну и с французами, и с индейцами, но, как это часто бывает в истории, она потеряла больше. Что же она потеряла? Британия потеряла Северные Американские колонии. Еще в разгар войны французский граф Чарльз Гровиев предупреждал англичан, «Вскоре ваши колонисты откроют для себя, что они больше не нуждаются в вашей защите и будут стремиться к независимости». Так и случилось. Еще в начале борьбы за независимость Джан Эдамс говорил, «Одна треть американцев патриоты, одна треть поддерживает английского короля, а оставшаяся треть еще не решила, на чью сторону им принять». Другими словами, в 1776 году, этот год, когда Америка стала независимой, две трети жителей этих, две трети колонистов считали, что война за независимость им не нужна. И у них были, конечно, основания. Как-никак английская армия защищала их от индейцев и от французов. В той самодержавной Европе, где короли и цари обладали неограниченной властью, Англия была наиболее либеральной страной. Ее колонии в Америке отличались высоким уровнем жизни и минимальными налогами по сравнению с коренными жителями Англии. У американцев уже были долгие традиции свободы, которые даровала им британская корона. И Британия редко в то время вмешивалась в дела колониальной ассамблеи, колониальной администрации. И если англичане были известны своей любовью к свободе, то американцы тоже отличались духом свободы. Англия далеко, американские просторы огромны, границы неизвестно где кончаются, все это способствовало американскому духу полагаться на себя, духу независимости. В итоге американская война за независимость произошла не потому, что американские колонисты были угнетены, а скорее наоборот, что они были слишком свободны. И патриоты не видели причин подчинять свои интересы интересами далеко от них Англии. Колонисты совершенно правильно ненавидели любые налоги. А кто в этом мире любит налоги? Ведь свой карман всегда дороже. И большинство из них не соблюдало английские законы, а просто нарушало их. Значительная часть колониальной экономики была основана на контрабанде, которую английская колониальная администрация терпела до тех пор, пока в результате войн бюджет страны оказался в огромном дефиците. Как писал известный английский писатель Киплинг, наши американские колонии не испытывают больше страха по отношению к французам, и они захотели быть полностью свободными от нашего контроля. Они отказались платить даже пени из тех двухсот миллионов паундов, которые стоила для нас эта война с Францией, и дружно отказались содержать гарнизоны британских солдат. Когда наш парламент в 1764 году предложил им заплатить хотя бы маленькую долю того, что нам стоила эта война, они назвали такое решение репрессии и подготовились к восстанию. Как видите, война за независимость в глазах британцев была американской войной неблагодарности. То есть Англия для них сделала все, защищала их и от французов, и от индейцев, и вот чем отплатили им колонисты. Ну, в общем, это вечная-вечная тема человеческой неблагодарности, но неблагодарности с точки зрения англичан. Для патриотов это совсем было другое дело. Борьба за независимость священная. Вот часто задумываешься на такой вопрос. Действительно, вот вся история человечества, как люди дорожат, что их страна независимая, что у них есть, ну, свой парламент, свой президент или кто там угодно. И вот с какой иногда легкостью, вот сейчас, вот последние разговоры, что приняты огромные шаги, чтобы сейчас Россия поглотила Беларусь. Еще вот сейчас, к концу этого года, уже будут, пойдут они на последние шаги, сделают на принятие единой валюты. В Беларуси русский рубль у них будет, ну, и другие, единый парламент и так далее, и так далее. И вот думаешь, ведь с каким же трудом получает страна независимость, и что может быть дороже, чем независимость? Быть независимой, жить в своей квартире, ни от кого не зависеть. И с какой легкостью, какой-то там очередной диктатор, что он считается с волей белорусского народа, может, никто же не будет считаться. В один день, значит, объявят, что это будет единая союзная страна, и тогда в 24-м году Владимир Владимирович Путин может уже стать уже президентом не России, а новой, единой страны, страны под названием союзной республики России и Беларуси. Короче, так что, как вы видите, для одних это неблагодарность, для англичан, для колонистов, для американцев это была огромная победа. Они получили то, что они хотели. Ведь когда Британия приняла решение усилить контроль за контрабандой, вот это с этого момента и начался отсчет начала войны за независимость. У американских контрабандистов, а этим занималось немало патриотов, включая такие громкие имена, как Эдамс, как Хенри, любое подавление контрабанды вызывало ярость. Не мудрено. Контрабанда приносила хороший доход. Так было во все времена. Контрабанда весьма прибыльна. Вот совсем недавно я смотрел документальный фильм о контрабанде современной России. Ну, там показано русскую таможню. Огромные стоят контейнеры. На контейнере написано «Химикаты из Китая». Там таможники русские открывают контейнер, а там лежит парфюмерия из Франции. Ну, естественно, почему это делают контрабандисты? Конечно, за химикаты из Китая платить пошлины надо, например, 5% от стоимости товара. А за парфюмерию из Франции надо платить 200% пошлины, или там 100%. Конечно, это огромные деньги, это становится невыгодным продажа. Вот и занимаются перефасовкой, переклеением этикеток и так далее, и так далее. Или просто в наглую возят, минуя всякую таможню товары. Так что контрабанда была и в те времена, и в нынешние времена. Меняются власти, но контрабанда остается. Вот это недовольство очень широко распространилось среди американских колонистов, когда английский парламент принял так называемый «сахарный акт», который устанавливал пошлины на возимый в колонии тростниковый сахар с Карибских островов. И колонисты вот из этого сахара, особенно и сахарной патоки, гнали ром, который в то время был основным алкоголем, употребляемым в колониях. После многочисленных протестов колонистов Британия в конечном итоге отклонила этот закон и сразу же ввела почтовый акт под названием... Значит, так он и назывался. Этот акт устанавливал любые большие пошлины на марки, на бумагу и на оформление любых юридических документов. Напрасно премьер-министр Англии Джордж Гренвилл объяснял Бенджамину Франклину, который тогда был представителем колонии в Англии, что все это небольшие пошлины введены для того, чтобы как-то облегчить английской казне расходы по содержанию армии. Франклин и его друзья-патриоты думали другое. Теперь, когда французы потерпели поражение, английская армия ему уже не нужна. В Филадельфии и Бостоне толпа атаковала дома, где жили сборщики налогов. В Вирджинии Петрик Хенри публично заявил, что в Риме цезарь имел своего брута, король Карл I Кромвеля, и что нынешний английский король тоже может получить свое. То есть это был явный призыв к неповиновению. Опять, вместо принятия каких-то жестких мер против патриотов, английский парламент уступил и отозвал почтовый акт. Для английского короля Георга Третьего вопрос, кто должен платить за содержание английской армии, стал вопросом принципа. Нужно силой заставить колонии платить налоги. Конечно, сказать легче, чем сделать. Заставить силой, значит, надо увеличить количество солдат. А где взять деньги? Кстати, после окончания франко-английской войны на континенте Англия, так как у нее не было денег на содержание большой армии, сократила количество своих солдат на североамериканском континенте в два раза. Значит, тогда все же король английский решил ввести еще одну пошлину навозимый в колонии чай. Все остальные налоги и пошлины были отменены. И, значит, и уже армия была сокращена наполовину, и уже никаких других налогов не было. Один единственный налог остался – чай. Ну, а вы помните, что было с этим чаем? Ну, тут же эти патриоты, они, значит, на лодочках подъехали к английским кораблю, в трюмах которого находился ящик чая, привезенные из Индии, и выбросили этих за борт. Вот. А 5 марта 1770 года в Бостоне собралась толпа, которая окружила 20 английских солдат, охранявших какой-то склад солдат в Бостонском порту. Солдата оскорбляли, бросали в них камни. Один из толпы, значит, палкой ударил солдата. Так, солдат упал на землю. Через несколько минут с кровью на лице он встал и выстрелил из мушкета прямо в толпу. Его поддержали другие солдаты. Три человека было убито, два смертельно ранены. Толпа разбежалась. На следующий день пропагандисты, пропагандисты, ну, пропатриоты и пропаганды-то, ну, те газеты, которые они издавали, в общем, как Пол РВР, как Самуэл Эдамс, превратили весь этот эпизод вот с убийством этих пяти человек, как неслыханное массовое убийство невинных граждан. Пять человек, а мы-то знаем с вами, когда читаем бостонский мессакр. То есть массовое убийство. Пять человек было убито. Вот это, конечно, никто, это, простить, такого зверского нападения на патриотов, конечно, никто не мог. В общем, так сыновья свободы, так называли себя патриоты, вступили в борьбу с Британией. Они, кстати, руководствовались указаниями. Всегда же есть в толпе люди, которые возбуждают ее, подогревают страсти. Ну, может быть, будет у нас немножко время в конце передачи, поговорим вот о событиях последних пару дней тому назад, что в Грузии произошло. Вот. Но толпой всегда легко манипулировать. Всегда за прекрасными лозунгами. За этими лозунгами же всегда стоят чьи-то интересы. Вот. Прекрасные, хорошие лозунги о независимости. Но то в основном-то это интересы за этими лозунгами стояли интересы американских контрабандистов. В общем, король Георг Третий решил больше не уступать. Он приказал премьер-министру лорду Норсу принять решительные меры. Бостонский порт был закрыт. Британские солдатам дали право быть расквартированными в частных домах. И самое ошеломляющее для кальвинистов Новой Англии было то, что английский парламент принял Квебельский акт, давший французским католикам свободу своей религии и расширили границы Квебека, Дурек, Ахая и Миссисипи. Ну, вы вспомните, ведь американцы же приехали сами, протестанты американские, приехали в эту страну, спасаясь от религиозных преследований в Англии, все квакеры. И вместо их, ну, как только им, значит, они почувствовали религиозную свободу в своей стране для себя, тут же немедленное возмущение, что дали подумать только, какое неслыханное преступление совершил он на рынке. он дал французским католикам право исповедовать свою католическую религию. С точки зрения протестантов это было ужасное преступление. Ну и, конечно, надо сражаться. За это надо сражаться. Вот. Еще до 1776 года американцы осознали манифест своей судьбы. Одна из ведущих американских газет писала в редакционной статье 1769 года. Американцы, будьте мужественны, перстующий палец Бога указал нам на могучую империю для наших сынов. Придет день, когда будут заполнены основы нашей Конституции, и наша страна распространится далеко-далеко на Запад. Сейчас у нас пришло время для небольшого перерыва, и мы с вами продолжим передачу. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы возвращаемся в программу Яна Йоффе «Странички истории». Номер телефона в студии 847-400-5200. Если у вас появятся вопросы к Яну, пожалуйста, набирайте этот номер, и будем общаться. Ян, ну а пока радиослужители набирают номер, прошу вас продолжать, я вам дам знать, когда появятся звонки. Спасибо. Бенджамин Франклин тогда же предвидел, Америка с ее огромной территорией, благоприятным климатом, плодородной почвой, огромными судоходными реками и озерами должна стать великой страной, могущественной и густонаселенной. И понадобится не так много времени, когда наша страна сбросит оковы, которые надели на нее, и наденет их на своих угнетателей. Конечно, хорошие, великолепные слова. Но ни на руках Франклина, ни на руках Эдамса, Джефферсона, Пейна не было следов наручников. Все они были свободными людьми, считали мастерами пропаганды, радикалами, умело разжигающие пламя восстания и недовольство колониальными властями. Отцы Америки были людьми с разными взглядами и с разными идеями политического устройства страны. Вот наш первый президент, Джордж Вашингтон, был англофил. Кстати, когда я вам сказал, что первым президентом был Хэнсон, вы имеете в виду, когда будете сдавать экзамены на гражданство, всегда говорите, Джордж Вашингтон, он был первым президентом согласно Конституции. А вот если вы будете играть в игру, как стать миллионером, там можете говорить Хэнсон, там вы не ошибетесь. Имейте в виду, Вашингтон был первым американским президентом согласно Конституции. Так вот, Вашингтон, он был, во-первых, он был очень богатый. У него были, когда он женился на богатой вдове, он и так был богатый, а тут стал намного-намного богаче. Он верил в идеалы английского джельтинмена, подражал им в манере, в одежде. Одежду он только заказывал ту, которая изготавливалась в Англии. Ему привозили одежду из Лондона. Для него одна мысль, чтобы кто-то за океаном будет рисовать на карте границы его страны, отдавая западную часть каким-то индейцам, было просто непереносимо. Время для разговоров прошло. Наступило время сражений. Если Британия разделила соотношение войны с американскими колонистами, сильная оппозиция, как со стороны британских генералов, так и в парламенте, то и американское общественное мнение было тоже далеко неоднородным. Порядка 40% американцев была лояльна к английскому королю и выступала против получения независимости. Среди них был даже сын Бенджамина Франклина, его сын Вильям. Британия нуждалась в их поддержке. После окончания Семилетней войны английская армия, как я уже вам говорил, сократилась наполовину. До вся английская армия в то время насчитывала 48 тысяч человек. Но это не 48 тысяч, которые были расквартированы в Северной Америке. Это вся английская армия, включая территорию Англии, территорию Британии, от Гимнартара до Индии. Со всего, от времена были 48 тысяч человек, вся армия. И поэтому, а вот с припывшими подкреплениями из Англии, когда началась война за независимость, английская армия в Северной Америке стала насчитывать порядка где-то 27-28 тысяч солдат. Второй континентальный конгресс назначил Вашингтона главнокомандующей американской армии. Слово армия опять, конечно, звучит громко. В действительности, это было народное ополчение. Вооруженное, очень плохо вооруженное. У многих были какие-то старинные мушкеты, которые отличались, очень неточно стреляли. Их надо было заряжать медленно. К концу 1776 года, как я уже сказал, армия Вашингтона насчитывала вот этих ополченцев 20 тысяч человек. Из них две трети были новобранцы, а одна треть это колониальная милиция. Вторжение американцев в Канаду и попытка заколотить Квебек окончилась неудачей для американцев. Половина армии Вашингтона была потеряна. К лету 1776 года английская армия изнала всех, вторгшихся в Канаду американцев. Этот вообще год оказался неудачным. Одно поражение следовало за другим. Декларация независимости была принята Континентальным Конгрессом 4 июля 1776 года и сыграла огромную роль в американской революции. Но она не могла изменить ход военных действий. В этом году последовал еще пять лет войны за независимость. И только 17 октября 1781 года британская армия, оставшиеся 8 тысяч солдат под командованием лорда Корн-Валлеса капитулировала у города Йорктаун. Война за независимость была закончена. Последнее сражение в войне произошло на территории штата Ахайя в ноябре 1782 года. И вот в Париже в 1783 году был заключен мирный договор после того, как Америка убрала свое требование получить всю Канаду. На этих мирных переговорах Америка все же пыталась втиснуть туда пункт, что вся Канада должна приближать североамериканским штатам. Но этого не вышло. Пришлось уступить. И мирный договор был заключен на условии, что Канада остается английской колонией. Короче, в этой войне за независимость погибло 6800 американцев. Еще порядка 12 тысяч американских пленных умерло от тяжелых условий. Их содержали в трюмах британских кораблей в гавани Нью-Йорк, которые англичане использовали как плавучие тюрьмы. Я вам скажу одну вещь. Поэтому Америка очень обязана и благодарна Франции за ту помощь, которую Франция оказала армией Вашингтона и американским колониям в войне за независимость. Конечно, у Франции были свои интересы. Конечно, Франция воевала с Англией на североамериканском континенте уже почти 100 лет. И, конечно, появился повод, чтобы отомстить англичанам и вырвать, как говорят, у них из рук такую богачую добычу. Но без помощи Франции, без помощи французских кораблей, которые блокировали английский флот, которые... Ну, в общем, вся помощь материальная шла из Франции. Конечно, американская революция была бы невозможна. Мы еще с вами поговорим, потому что еще через неделю еще ближе приближается день нашей независимости. Я не стал подробно рассказывать о ходе военных действий, то о победах американской армии, то о поражениях. Все это было. Война есть война. Еще пять лет все же эта война продолжалась. Но американцы все же, патриоты, одержали победу. И с тех пор вот Америка стала независимостью. Ее принятие Конституции, что там было дальше, я хотел бы с вами поговорить в следующий раз. Ну, сейчас у нас немножко времени осталось. Вот я хотел бы вам напомнить. Все же время-то идет быстро. Мы говорим об одних событиях, но на этой же неделе было ряд других интересных событий. 22 июля это был День памяти июня. День памяти и скорби. Это в России в этот день началось вторжение гитлеровской Германии в Советский Союз. Это был страшный, страшный, страшный день и страшный 41-й год. Недаром поэт Кирсанов писал «Будь проклят, 41-й год». Он действительно, этот проклятый год, к октябрю 41-го года, после, уже погибла, вернее, Красная Армия уже не досчитала более 8 миллионов бойцов. 3,5 миллиона бойцов Красной Армии было взято в плен, 2,2 миллиона было убиты, а остальные пропали без вести. Кто дезертировал, кто действительно, так судьба этих людей неизвестна. Но потерять почти 8 миллионов солдат за несколько месяцев, это было чудовищное поражение. Многое, я не буду сейчас останавливаться, да у нас и времени нет, да и мы, наверное, неоднократно возвращались к этой теме, к теме 41-го года. Вообще, трудно объяснить все это дело, трудно объяснить и этими песнями, что будем воевать на чужой территории, и как мы все... И, конечно, много версий существует, в том числе сейчас, особенно Солонин и Суворов, что Сталин готовился сам начать войну, Гитлер его опередил. Все это так, а может быть не так, это спорно. Факт остается фактом. Немцы застали Красную Армию в момент развертывания, и Красная, и все это бахвальство, потому что объяснить тем, что бросили миллионы винтовок, пулеметов, остались в большинстве без оружия, ну, по разным причинам, ну, люди не хотели воевать. Это все эти сказки о том, что за Родину, за Сталина какая-то пропаганда, эти после все годы коммунистического режима явно не способствовали тому. Со временем это все, конечно, организовалось, и Гитлеру был дан соответствующий отпор. Но 1941 год, это, конечно, тяжелейший год. Иногда вот, когда уже самые свежие цифры начинаешь читать, просто задумываешься. Давайте возьмем этот день, 22 июня. Значит, внезапное нападение Гитлеровской в Германии на Советский Союз. Ну, а что такое внезапное? Есть какие-то тактическое внезапное нападение или стратегическое? Неужели в стратегическом плане Сталин или его разведка не знали, что 200 немецких дивизий развертываются вдоль границ? Конечно, тактическое в районе какой-то пограничной заправе может быть врасплох кого-то и застали. Возьмем другой момент. Вот смотрите, полнейшая растерянность Сталина 22 июня. В 6 часов утра, мы знаем это точно, Риббентроп в Берлине собрал послов. В 4-е-то немцы начали утра по московскому времени, они начали войну, перешли границы. А в 6 утра по берлинскому времени Риббентроп создал всех послов иностранных государств и объявил о начале войны в Советском Союзе. Молотов выступил по радио в 12 часов дня, то есть уже 6 часов прошло. А первая директива Красной Армии отразить отпор вторжившим всем врагам ушла в войска в 9 часов 15 минут вечера. Сколько же понадобилось, и то в этой директиве было сказано отбросить там этих врагов за пределы границы, но границу не переступать. Вы можете представить, прошло почти что сутки с момента нападения, а еще там у Сталина шли бесконечные совещания, и только после последнего совещания, которое началось в 4 часа вечера, 22 июня кончилось в 8 часов вечера, а в 9.15 ушла директива войскам отбросить врага за пределы границы. Вот это и есть 22 июня, это день скорби, все, что остальное произошло. Конечно, хорошо петь песни, Киев бомбили, нам объявили, но война оказалась страшной, кровавой и тяжелой. Ну, хорошо, всего вам доброго, а в следующий раз поговорим еще о американских делах, о американской конституции. Спасибо огромное, Ян. Обязательно услышимся, я надеюсь, на следующей неделе. Ну, а пока будьте здоровы, хорошей недели, всего хорошего. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!